Не нужен нам берег турецкий. Чартерные рейсы в республику в этом году так и не появятся. Об этом сегодня заявил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя Ламидзе уверяет, что после попытки военного переворота в этой стране спрос на туры в Турцию заметно снизился. Путевки не возвращают только те, кто уже купил билеты. Правда, ближе к вечеру информацию об отмене чартеров до конца года Ассоциация опровергла. Так стоит ли отправляться отдыхать в Турцию или нет? Насколько это безопасно? Эти вопросы мы решили задать нашей соотечественнице Алене Потаповой. Она живет и работает в Стамбуле, как раз в туристической сфере. Дружба России и Турции закончилась после уничтожения российского самолета Су-24. Потом Анкара долго отказывалась за это извиняться. А изменилось ли отношение простых турок к россиянам? После самолета изменилось в том плане, что стало плохо без русских. Соответственно, русских нет, бизнес не идет. То есть многие, допустим, все мое окружение турецкое, они не то что отзывались плохо о нас, они наоборот говорили, как же было оказывается хорошо, когда были русские. А как те же турки отнеслись к извинениям президента Эрдогана, которые он все-таки принес? Кто-то до Эрдогана еще начинал извиняться, делая видео послания к русскому народу. Именно на Ютьюбе, на Фейсбуке тоже много таких видео. Кто призывал Эрдогана извиниться перед русскими, чтобы наладить наши отношения. А кто-то наоборот. То есть вроде как нет русских и хорошо. Есть ведь другие страны. Ален, в том же Ютьюбе появились ролики, которые демонстрируют, как турки оскорбляют и избивают россиян. Прежде чем вы прокомментируете это, давайте посмотрим небольшой фрагмент. Ну и последний вопрос. Что бы вы посоветовали россиянам, стоит сейчас ехать в Турцию на отдых или нет? Турция на данный момент является наиболее небезопасной страной. Тем более Турция была закрыта не так долго, даже года не прошло, чтобы вот так вот прямо рвануться, как будто Турция была закрыта 10 лет. Соответственно, да, я работаю в туризме. На нас это сказывается, нехватка русских туристов. Но, думая о нашем народе, о своей семье, я все-таки советую пока переждать. Спасибо. На связи из Стамбула была наша соотечественница Алена Потапова. Мы поговорили с ней о том, стоит ли сейчас собираться на отдых в Турцию.